Зал полон. Горожане пришли задать волнующие их вопросы. Первый открытый разговор с властью состоялся в 15-й школе. Начали с подведения итогов года, после чего перешли к самим вопросам. Жители писали их на бумажках. В основном горожан волновало плохое состояние дорог. Ситуация ухудшится с приходом весны, когда растает снег, сказал Айдар Медшин. Особенно придется напрячься с ремонтом в апреле. Объем необходимых рекордных работ значительно превышает ту финансовую возможность, которую покрывает. Но согласитесь, уважаемые нижнеканцы, что последние годы и здесь происходят изменения. Дороги во дворах и магистральные дороги, и внутриквартальные дороги нужны. Вот наша цель и вообще мечта выйти на нормативный ремонт. Нехватка врачей, неудобное движение автобусов, вопросы ЖКХ. Каждую проблему руководители записывали. Например, сейчас в ремонте нуждаются почти 4000 подъездов. Полторы тысячи из них привели в порядок за последние несколько лет. Были и вопросы о культурной жизни города. Поговорили и о работе промышленных гигантов. Таиф, Химия, Танека. В городе бытует мнение, что вскоре предприятия начнут сжигать кокс и опасаются за экологию. Этот миф развеяли. Я хочу еще раз обратить внимание, что никто сейчас кокс не сжигает и этой проблемы сейчас нет. Хотя она нас тоже беспокоит, поскольку мы должны обеспечить при вводе в эксплуатацию этой установки применения кокса, мы должны обеспечить его экологическую безопасность. Скоро выборы президента России. А вот за кого же будет голосовать наш мэр? Задали и такой вопрос. Не спровоцировать, потому что отвечать на эти вопросы я не буду, не могу. Вот эти выборы – это то, что нужно нам. Не кому-то. Нам, мне как жителям, только как главе. За кого голосовать, каждый из вас решает сам. Такие встречи будут проходить до 5 марта. Узнать о том, когда собрание пройдет в вашем районе, вы сможете на сайте НТР24, где указан подробный график встреч. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова